Друзья, всем привет! И сегодня мы с вами поговорим о легендарных, об эпохальных, о дорогих для меня духах Палома Пикассо. Я не так давно заказала эти духи через интернет-компанию, интернет-магазин Рандеву. И сейчас мы будем вести с вами рассказ об этих духах. Покажу свои духи. Но прежде чем начать рассказ, я скажу вам два слова, буквально два слова, потому что не могу не сказать, так как спонсором этого видео выступает интернет-магазин Рандеву. Именно они, ребята, и спасибо большое, прислали мне по моей просьбе вот эти духи в подарок и на обзор. Я выбирала их сама, заказывала сама с большой любовью, потому что давно хотела иметь такой большой флакон. В моей коллекции есть миниатюра, там порядка, наверное, пяти миллилитров. И несколько лет назад, на заре моего начала работы канала, я выпускала видео лет пять назад. Я выпускала видео о моей миниатюрке Палома Пикассо. С этого момента я хотела иметь большой вариант, большой аромат, тот, который был когда-то, когда-то много лет назад у меня. И благодаря Рандеву этот аромат у меня появился. Поэтому, пожалуйста, если вам очень захочется иметь какой-то аромат, если вам захочется иметь Палома Пикассо, если вам захочется иметь какие-то аромабоксы, что все, что касается парфюмерии, пожалуйста, обращайтесь. Тем более, что сейчас еще продолжается акция, еще продолжается черная пятница на Рандеву. Берите мой промокод, он будет подписан везде, где только можно. Я пропишу новый промокод в комментариях, в закрепленном комментарии под видео. Я пропишу свой промокод в инфобоксе, тоже под видео, и продублирую его еще в телеграм-канале. Промокод даст вам дополнительные 10% ко всем скидкам и акциям, которые будут проходить в данный момент на тот парфюм или на то средство. На то средство, может быть, уход вы выберете, неважно что. На то средство, которое вы выберете от компании Рандеву. К их скидкам приплюсуются мои 10%, и таким образом ваша скидка увеличится. Поэтому, пожалуйста, если что-то нужно, заказывайте и применяйте мой промокод. Что касается аромата. Аромат 1984 года. В своем старом ролике у меня был большой исторический экскурс. Я рассказывала о Паломе Пикассо, о ее родителях, о ее детстве. О ее творчестве. Поэтому повторяться здесь я не буду. Если захотите, то вы найдете, или я прикреплю свой старый ролик сюда, может быть, под видео. И вы сможете его просмотреть. Я определю лишь некоторые основные моменты. Да, для тех, кто совсем ничего не слышал о Паломе Пикассо. Палом Пикассо – это дочь известного художника Пабло Пикассо. Фамилию можно называть и Пикассо, и Пикассо. Можно и правильно будет, и в том, и в ином случае. Потому что у семьи Пикассо, но я буду называть на французский манер, с ударением на последний слог, Пикассо, испанско и французские корни. Два слова буквально про саму Палому Пикассо. Девочка росла в творческой семье, и мать, и отец были художниками. С самого детства Палома была окружена красивыми вещами, красивыми картинами. Встречалась и общалась с интересными интеллектуальными людьми. И, конечно, когда девушка выросла, то ее путь был определен заранее. В какое-то время устроилась работать и работала в компании Тиффани по производству. Была креативным, как помощником или директором креативным по созданию эскизов. В какой-то момент времени она создала вот этот флакон. Она создала его сама, вдохновившись серьгами, которые были созданы чуть раньше нью-йоркским дизайнером компании Тиффани. Флакон. Хотела Палому Пикассо, чтобы флакон был изящным и в то же время простым. В какой-то момент, став уже достаточно известной и популярной, она поняла, что ей не нужно уже прикрываться ничьим именем, ни неизвестной фамилией отца. И ее знают как креативного и творческого человека, женщину, которая добилась всего сама, творческих успехов добилась, признания, общения с известными, знаменитыми и богатыми людьми. И теперь она сама, пользуясь своим именем, Палома Пикассо, она может творить сама, она может создать собственный бренд. Что и произошло, благодаря в том числе ее мужу, который поддержал ее в этом начинании. И Палома Пикассо решила, что сможет создать те духи, которые понравились бы ей самой. То есть духи для самой себя. Так же, как она создала помаду для самой себя, так же, как она потом создала серию средств ухода за телом и назвала ее «Мон Кор», тоже «Мое тело», «Мон Вуж» помада. И сначала аромат она назвала «Мон Парфам», «Мой Парфюм». Но потом и наши пользователи этого парфюма, и почитательницы, и западные почитательницы, пользователи этого парфюма, убрали «Мон Парфам» из названия, и сократилось, собственно, название аромата до просто «Палома Пикассо», до имени собственного. Что хотела бы я еще отметить? Ну, давайте, наверное, если вы не устали, попробуем перейти к самим нотам. Да, в интервью Палома Пикассо говорила о том, что хотелось бы создать универсальный аромат. Она не любит агрессивные ароматы. Она хотела бы иметь аромат, который идеально подходил бы ей под любое настроение, под любой сезон, и под зиму, и под лето, под любое время суток, и утром, и вечером. То есть ей хотелось, чтобы этот парфюм нравился ей 24 на 7. И вот такой парфюм в итоге был создан. Для того, чтобы создать парфюм, потребовалось несколько лет. Знаете ли, кто выступил помощником в создании парфюма? Концерн «Лореаль». Я, честно говоря, не знала эту информацию, и когда читала, была крайне удивлена. Но, собственно, чему здесь удивляться? Это крупный и один из крупнейших и богатейших концернов, поэтому, наверное, удивляться тут нечему. Именно этот концерн выпустил много известных духов, из которых вам знакомы, я думаю, все абсолютно. Это и Маженуар, это и Опиум, это и Анаис, и Анаис, это Клима, ну и Жеозе, и Фиджи, и так далее. Поэтому руки концерна «Лореаль» дошли и до сотрудничества с компанией Палома Пикассо. Вышел очень удачный аромат, был приглашен Фрэнсис Бокрис, это парфюмер концерна «Лореаль», который, собственно, и помог, и создал вот этот культовый, эпохальный, исторический многими из вас и также мной любимый аромат. Стартует аромат цитрусами, бергамотом, кориандром, ангеликой, нерали и гвоздикой. В сердце аромат раскрывается жасмином и розой. Базовые ноты составляют пачули, амбра, ветивер, дубовый мох, цивета, касториум и мускус. Выпуск аромата был в 1984 году. Мне муж подарил этот аромат. Это был один из первых моих ароматов, наверное, когда мне было лет где-то 25-26, да, 24-25, в среднем 25 лет, наверное, мне было, когда у меня появился этот аромат. Я вам хочу сказать, это было не совсем своевременно. Я не знаю, что побудило его купить мне такой взрослый аромат. Пока буду говорить, буду показывать вам его поближе, потому что уж очень он красив. Многие из вас его все-таки держали в руках, видели, но кто-то, наверное, впервые. Я не знаю, что побудило мужа купить мне такой серьезный, торжественный, взрослый, несколько обязывающий, очень красивый статусный аромат для женщины, которая уже состоялась в этой жизни. А мне было всего 25. Я не знаю, что его побудило. Я не думаю, что он очень сильно разбирался в тот момент, как, собственно, и сейчас в ароматах. Скорее, или это была новинка, или консультант, продавец-консультант убедила его, что это действительно красиво, дорого, что это прекрасный подарок, что это необычный аромат. Думаю, что, скорее всего, была какая-то такая удивительная история, и поэтому был приобретен парфюм и подарен мне. Но когда я его открыла, я тоже говорила об этом в своем стареньком видео, я сразу поняла, что аромат не совсем мне по возрасту. Но настолько сильной была его магия, настолько притягательно он смотрелся, я не могла отвести от него взгляд и от самого флакона, и от самой коробочки. Единственный нюанс, который я сейчас хотела бы вам сказать еще, это то, что, насколько я помню, я не помню миллилитраж, но я помню, что у меня был флакон, вот в моей памяти отобразился флакон не овальный, они были овальные, вот такие, как этот, и круглые. У меня миниатюрка круглая, пузатенькая, вот такая, круг, и посерединке вот это отверстие. Но у меня была не миниатюрка, у меня было, мне кажется, в средний объем 50 миллилитров, вот как здесь, но только у меня был пузатенький флакон. Я почему-то не нашла информацию о пузатеньких круглых флакончиках, кроме миниатюр. То есть я нашла, что миниатюры действительно кругленькие, но все фотографии повествуют о том, что все остальные объемы 50 и 100 вот такие овальные. Но я доверяю пока еще своей памяти и точно уверена, что у меня был круглый флакон. Хотя я сейчас говорю, и что-то меня кольнуло, что вдруг все-таки я ошибаюсь. Поэтому я хочу попросить вашу помощь. Если у кого-то тоже был круглый флакон или кто-то хоть раз в жизни видел большой, не 5-миллилитровый, а 30- или 50-миллилитровый круглый флакон, пожалуйста, напишите мне, ладно? Потому что иначе я буду чувствовать себя как фрекенбок. Помните в мультфильме про Карлоса, который живет на крыше, которая пела «Я сошла с ума? Какая досада!» Вот мне не хочется сидеть как фрекенбок, наматывать волосы на нос и говорить, что я сошла с ума. Мне это реально была бы досада. Так, вот такую интересную историю я вам рассказала. Так что я после многих-многих лет... Я выносила, я относила весь аромат, несмотря на его взрослость, несмотря на то, что я была совершенно уверена, что этот аромат еще не для меня. но не могла оставить его, и рука все время тянулась и тянулась к этому аромату. И настолько это диссонировало с тем, что я тогда из себя представляла, вы даже не представляете... Тавтология вы даже не представляете, но это было на самом деле так. Яркая и звучная, дерзкая и мощная Палома Пикассо, нанесенная на такого вот ребенка в виде девушки-снегурушки, диссонировала здорово. Но тем не менее, мы как-то ходили с ней, как шерочка с машерочкой, до самого конца. Я тогда не увлекалась парфюмерией, выкинула флакон, когда он закончился. Но какое-то время я его хранила, а потом, наверное, конечно, выкинула. У меня не осталось ни коробочки, ни флакона, но зато осталась память. И вот сейчас я очень рада, что это у меня есть. Нет яркой ноты, которая бы здесь солировала для меня. Очень вдумчивый, очень нежный, мягкий, одновременно несколько философский, розный. Здесь и розы, здесь и зеленая... И зелень, не могу сказать, что трава. Не трава, просто зеленые ноты. Зеленые ноты и древесные ноты, и дубовый мох, и вот эта мшистость, и глубина почули, и звон. Почули, он дает такую глубину и объем аромату. Так же, как и амбра. И соединение всего этого... Кстати, вот эта свежая нота, я думаю, что это звучание гиацинтов. Гиацинт дает небольшую горчинку и свежесть. И вот эта горчинка и свежесть прекрасно-прекрасно переплетена с мускусом, амброй, пачули и дубовым мхом. То есть это очень красивое начало, очень красивая база и прекрасное такое цветочное сердце на всем протяжении. Но в том-то и дело, что вы... Нету здесь такого яркого перехода вот от начальных нот до сердечных и базовых. Вы слышите здесь единое звучание красивейшего, мощнейшего и дорогого букета. Причем на самом деле Палом Пикассо угадала и сделала... И вот Фрэнсис Бокрис сделал настолько для нее универсальный аромат, который вы, правда, можете одеть и в Первый мир, и в Добрые люди, и утром, и вечером, и 24 на 7. Не согласна с тем, кто называет его ретро. Тут никакой ретровости нет. Все, что красиво, все, что сделано блестяще, не может устареть. Поэтому назвать этот аромат ретро у меня язык не поворачивается. Это не ретро, это красивейшее и богатейшее наследие французской школы. И я думаю, что все любители парфюмерии согласятся со мной. И очень жаль, очень жаль. Я даже не хочу думать о том, чтобы этот аромат может быть потерян. Такое впечатление, что вместе с этим ароматом уйдет эпоха. Уйдет эпоха, мы потеряем что-то, мы несколько осиротеем, и мне бы этого не хотелось. Аромат о том, как женщина делает себя сама. Как в каждой из нас есть вот этот сильный стальной стержень, который в те или иные минуты не дает нам сломаться, не дает нам упасть, не дает нам себя разрушить. И мы живем дальше, улучшаем только качество своей жизни год от года, потому что мы мудреем, потому что мы развиваем наш интеллект. И для меня в этих духах видится сильная, мудрая и интеллектуальная, и красивая, конечно, безусловно, женщина. Вот это все, что я хотела вам сегодня сказать об этом аромате. Поэтому, пожалуйста, кто не знает, пока, и я надеюсь, еще долго у вас будет шанс познакомиться с этим чудесным ароматом. А на сегодня это все. У кого был аромат, девочки и мальчики, пожалуйста, делитесь вашим впечатлением. Что вы о нем думаете? Что вы чувствуете, когда вы наносите этот аромат? Был ли он у вас? Не был ли он у вас? Слышали ли вы о нем? Или вы слышите впервые об этом аромате? Я буду рада, я буду ждать ваши комментарии. Кто не подписан на телеграм-канал, пожалуйста, подписывайтесь. Там действительно бывает интересно. Ну, и, наверное, это все. Я прощаюсь с вами. Надеюсь, было интересно. Безу-безу. А-бьян-то. Субтитры сделал DimaTorzok